Здравствуйте! На канале ОТС время мировых новостей. В студии Николай Сальников. Смотрите сегодня в выпуске. Грецию упрекают в том, что она недостаточно хорошо контролирует свои границы. Сколько центров для регистрации реально принимают беженцев? Азиатско-Тихоокеанский регион становится местом противостояния Китая и США. Специальный саммит по этим проблемам проходит в Калифорнии. Из кандидатов в президенты в подозреваемого. Французские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Николя Саркази. Теперь об этих и других событиях расскажу более подробно. В Греции готовы к работе четыре центра регистрации и размещения беженцев. Об этом сообщил министр обороны страны. Центры, получившие название «Горячая точка», располагаются на островах Самос, Лесбос, Хиос и Лерос в Эгейском море. Еще один в течение нескольких дней откроется на острове Кос. Кроме того, будут работать два больших лагеря в бывших военных казармах на материке. Каждый из них может принять до 4000 человек. В возведении центров участвовали вооруженные силы страны. «Четыре из пяти горячих точек готовы и могут оперативно принимать беженцев. Они будут функционировать на 100% своей мощности. Кроме того, два лагеря в Салониках готовы приветствовать беженцев, которых им передадут после 24 часов пребывания в горячих точках». Грецию неоднократно критиковали партнёры по Евросоюзу за неспособность должным образом охранять свои границы, что позволяло мигрантам бесконтрольно перемещаться на территории других стран. На прошлой неделе министры ЕС дали Греции три месяца на выполнение 50 рекомендаций по улучшению охраны границ. В противном случае соседние страны, находящиеся в зоне Шенген, введут проверки на своих рубежах. В прошлом году в Евросоюз перебрались более миллиона беженцев. Большинство из них прибывает через Грецию. Греческие власти говорят, поток мигрантов слишком великий, стране с ним не справиться. Они считают, что Турция должна делать больше, чтобы остановить беженцев, отплывающих с её берегов. По данным Международной организации по миграции, в этом году в Европу морским путём прибыли 84 тысячи мигрантов. При этом 410 человек погибли либо пропали без вести. Лидеры стран Юго-Восточной Азии собрались на саммит «Асиан» в Калифорнии. В ходе обсуждения они затронули транс-тихоокеанское партнёрство, зону свободной торговли, которую планируют создать в Азиатско-тихоокеанском регионе. Политики обсуждают вопросы морской безопасности, в частности ситуацию в Южно-Китайском море. Несколько стран Юго-Восточной Азии, включая Китай, претендуют на территории моря, богатые полезными ископаемыми. По заявлению Белого дома, Барак Обама планирует принять общее заявление в адрес Китая по результатам саммита и призвать КНР разрешить проблему мирно. «Здесь, на этом саммите, мы можем сформировать общее видение регионального порядка, согласно которому все будут следовать международным правилам и нормам, включая свободу навигации, и все будут разрешать споры мирно и законными методами». Впрочем, есть опасения, что не все страны ОСИАН подпишутся под документом. Некоторые чиновники считают, что Китай может оказать давление на такие государства, как Камбоджа и Лаос, с требованием не поддерживать заявление. Еще до встречи правозащитные группы призывали администрацию Обамы затронуть в ходе обсуждений вопросы нарушения прав человека в таких странах, как Камбоджа и Таиланд. Выступая на открытии, президент США коснулся этих тем, но детально на них не останавливался. «На этом саммите мы можем еще раз заявить, что устойчивые, процветающие и полноценные общества нуждаются в хорошем управлении, в верховенстве закона, соответствующих учреждениях, активном гражданском обществе и поддержке прав человека». Среди других вопросов на повестке дня – изменение климата, кооперация в борьбе с терроризмом и противостояние боевикам группировки «Исламское государство». Во вторник в отношении экс-президента Франции Николя Саркази начали официальное расследование. Как сообщила прокуратура Парижа, политика подозревают в нечестном финансировании избирательной кампании во время президентских выборов в 2012 году. Это может стать большим ударом, по надеждам Саркази, вновь выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в 2017. 16 февраля экс-президент прибыл на допрос в отдел прокуратуры по борьбе с финансовыми преступлениями. Пробыл он там около 12 часов. Согласно французскому законодательству, начало расследования не означает, что Саркази предъявлены официальные обвинения и что судебный процесс состоится. Однако это означает, что он на долгие месяцы будет скован юридическими процедурами и не сможет все силы посвятить политической борьбе. Как сообщается, в ходе допроса Саркази сказал, что не знал о чёрной бухгалтерии и фальшивых счетах на 18 миллионов евро, которые были выставлены компанией по организации мероприятий «Бигмалион». Если подозрения подтвердятся, это будет означать, что на свою президентскую кампанию политик потратил в два раза больше допустимого законного предела. Также расследование началось в отношении других фигур, задействованных в ходе кампании 2012 года и также подозреваемых в финансовых махинациях. Это менеджер избирательной кампании, а также несколько человек из руководства кампании «Бигмалион». Отметим, в 2013 году в отношении Саркази также было начато официальное расследование по схожим обвинениям. Его подозревали в нелегальном финансировании президентской кампании в 2007 году. Однако затем уголовное дело в отношении него было закрыто. Это мировые новости на канале ОТС и вот что вы увидите далее в программе. Нет алмазов? Ищите трюфели! Деликатесные грибы стали экономическим спасением для испанской провинции. Добро пожаловать в пятиэтажную трубу. Необычный аттракцион открывается в Шанхае. Даже тончайший ломтик черного трюфеля способен стать главным ингредиентом изысканного блюда. Именно этот деликатес спас экономику испанской провинции Теруэль. Ее жители едва сводили концы с концами, но несколько десятилетий назад французские сборщики трюфелей обнаружили ценнейшие грибы. Теперь урожай собирают местные фермеры. Помогают специально обученные собаки, обладающие тонким нюхом. Учуяв трюфель, они роют ямку, а завершает ответственное дело уже сам хозяин. Продажи грибов приносят фермерам хороший доход, но они говорят, это не главное. «Конечно, это деньги. Но это и впечатление, и жалость к дереву, когда повредил его, и любовь к собаке, хотя порой на неё сердишься, когда она не хочет работать. Связь между собакой и человеком – это неописуемо. Вот, как я понимаю, занятие сбором трюфелей». Согласно отчёту исследователей Университета Валенсии, 25% всех чёрных трюфелей в мире собирают в Теруэле. Растут они здесь на 8 тысячах гектаров сельскохозяйственных угодий. За два предыдущих года в Испании собрали 40 тонн грибов. Основной урожай приходится на городок Сорион, входящий в состав провинции. При этом почти все грибы продают за границу. «Большая часть трюфелей идёт на экспорт – примерно 80-90%. В Сорионе необходимо создать торговый сектор, а 8-10 питомников и садовых центров уже существуют. В настоящее время этот регион – кладовая трюфелей». Три четверти экспортируемых грибов идут во Францию, остальные – в Италию. Стоимость деликатеса может превышать 10 тысяч евро за килограмм. При этом прибыльная отрасль подвергается многим рискам. Урожай может пострадать от диких кабанов и насекомых-вредителей. Его может уничтожить и засуха. Также отрицательно влияет изменение климата. Избежать этих неурядиц можно, если выращивать трюфели в собственном питомнике. «Здесь, в контролируемых условиях, мы воспроизводим то, что происходит в природе. Мы выращиваем споры в чистых стерильных условиях. Потом используем их как посевной материал. Это очень просто». Трюфели образуют симбиоз с дубом, реже – с другими лиственными деревьями. Гифы гриба оплетают корни дерева, благодаря чему оно получает больше воды и минералов из почвы. Трюфель, в свою очередь, насыщается углеводами, аминокислотами и фитогормонами. Растут грибы на глубине от нескольких сантиметров до полуметра. На гигантской горке скоро сможет прокатиться каждый посетитель одного из торговых центров Шанхая. Ее высота – пять этажей. Работать начнет в следующем месяце. Длина металлической трубы – 54 метра. Горка сделана в виде китайского дракона. Время спуска составит около 16 секунд. «Здание высокое, поэтому у нас есть закругление, чтобы удар о пол был не очень сильный. Дуги сокращают скорость. Как я уже говорила, спуск абсолютно безопасный и очень интересный. Конечно, тем, кто боится высоты, он вряд ли понравится. А для тех, кто любит острые ощущения, прокатиться будет совсем не страшно». Строили горку около месяца. Сотрудница торгового центра говорит, что правила пользования ею очень простые. «Спускаться по одному, минимальный возраст – три года, минимальный рост – один метр десять сантиметров. Посетители уже готовы прокатиться». «Отличная идея, очень заманчиво. Когда увидела, подумала, что форма дракона имеет очень хороший смысл. Думаю, она привлечёт много людей. Сегодня я пришла пообедать с подругой. В следующий раз придём сюда с детьми, чтобы они прокатились». Другие говорят, что горку можно было оформить немного по-другому. «Думаю, было бы интереснее, если бы горка была полупрозрачной или с открытым верхом, а низ металлический. Тогда можно было бы во время спуска посмотреть на торговый центр с высоты. Это было бы более захватывающе. Для тех, кто боится высоты, хорошо бы подошёл непрозрачный металлический низ». Как ожидается, горка откроется 15 марта после серии испытаний. Для всех посетителей спуск будет бесплатным. На сегодня это всё. С вами был Николай Сальников. Смотрите мировые новости на канале ОТС и будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова